Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Сегодня я готовлю летние такие щи. И хочу, чтобы вы посмотрели, может кому-то что-то пригодится. Я уже показывала картошку с лисичками. Сегодня мы приготовим суп, ну щи, потому что будем использовать капусту. Я вот отрезала маловато, еще потом подрежу, качам не убираю. Немножко надо побольше будет капусты. Так, что я использую, так как это лето, все есть. У меня помидор, болгарский перец, баклажан, картошка, лук, морковь. И уже почищенные вот такие шикарные лисички. Опять же я буду использовать масло-спрей, которое я приобрела. И пока оно у меня кончится, заодно я проверяю, насколько его действительно хватает. Потому что лето, не хочется ничего жирного, да и не нужно. Я очень довольна этой покупкой. Если кто-то хочет тоже приобрести или почитать, проходите под видео, там смотрите. Ну все, давайте готовить. Для начала мы порежем лук и морковь. Лук, морковь я порезала. Грибы у нас готовы. Мультиварку я включила на жарку. Она немножко должна нагреться. И мы обработаем чашу нашим маслом. Все. Сейчас еще пару минуточек. Можно уже будет жарить лук. Грибы просто порвем большие. Маленькие оставлю как есть. И следующее пойдет у нас к грибам. Мультиварка нагрелась. Так, все будем сейчас немного обжаривать с вами лук и морковь. Вы слышите, да? Несмотря на то, что масло совсем немножко, все равно все у нас тут обжаривается. Следующее, что мы приготовим, это грибы. Я вот немного порву те, которые побольше. Мне очень нравятся в супе крупные грибы. Ну, а вы делайте как вам нравится, как вы любите. Вот так немножечко порвем. Миленькие лисички прям так оставлю. Все. Сейчас буквально 2-3 минутки обжарится. И будем добавлять с вами грибы. Пора отправлять грибы. Перед тем, как мы будем заливать воду, и уже все это будет вариться, обязательно надо грибы прожаривать. Еще раз выберу жарку. У меня 15 минут на то, чтобы порезать овощи, которые мы будем сейчас добавлять. Это у нас будут помидоры, перец и баклажан. Сразу покажу, что я не буду все использовать. Буду только вот часть, половина помидора, часть перца и часть баклажана. Все, овощи я порезала. Режу не очень мелко. Я люблю летние супы, такие, ну, довольно крупно порезанные. Вот на этом этапе добавляем специи. Добавляем, ну, то, что вам нравится, то и положится. Немного посолим. Много солить не будем пока, потому что присаливать надо в конце, чтобы суп не пересолить. Так, сейчас я вам покажу, что у нас там получилось. Вот такая красота у нас тут с вами. Овощи сейчас дадут сок. И вот, смотрите, имейте в виду, что баклажаны вообще все себя, как губка, впитывают. Так что можно немножко еще забрызнуть маслом будет. Посмотрим. Все у нас тут. Даже нельзя сказать, что жарится и тушится. Овощи дали сок. И в этом соку они обжариваются. Так, я поставила чайник. Еще раз скажу, что надо использовать хорошую воду, конечно. Покупая любую воду, ну, есть по акции. Вот, в этот раз у меня вода детская какая-то. Вот. Так, я еще порезала уже капусту и картофель. У меня там и картофель. Чем хороша мультиварка, что вот сейчас мы вообще обжарили. И не нужно поэтапно все забрасывать. Все готовится одновременно под давлением. И поэтому и картофель, и капусту мы просто сейчас выложим, зальем кипятком. Добавим лавровый лист. Может быть, еще немножко подсолим. И все, будем уже ставить программу суп. И у нас будут готовиться очень хорошие летние щи с лисичками. Так, все, овощи у нас обжарились. Мы добавляем с вами капусту и картофель. Вода у меня тоже закипела. И сейчас просто заливаем кипяток в чашу. Бросим три листика лаврушки. И я еще посолю. Так, все. Закрываем мультиварку. Ставим программу суп. Вот, на один час. Функция суп программа. И один час вот у нас. Час прошел, наш суп сварился. За пять минут я положила зелень и еще подсолила. И вот все. Сейчас я покажу, какая красота получилась. Как это ароматно. Сейчас я возьму ложку, вам покажу. Вот наши лисички. Смотрите, овощей было очень-очень много. Но суп получился в меру густой. В общем, то, что нужно. Отличный суп получился. Летний такой. Здесь и баклажаны, и помидоры, и болгарский перец, и зелень, и свежая капуста. И без лишнего жира. Так что готовьте с удовольствием. И кому нужно вот такое масло, на лето хотя бы, девчонки, приобретите. Чтобы лишнего масла не лить в кастрюлю или сковородку. Мне еще кажется, очень хорошо блинчики делать на этом масле. Надо будет попробовать. Всем приятного аппетита. Так, а я сейчас налью тарелку вкуснейших щей. Вот таких летних, с лисичками. Ну и так как мы щи готовили с маленьким содержанием жира. Смотрите, какая красота. То мы сейчас добавим прям небольшую капельку оливкового масла. Просто прыскнем. Вот так вот. Ну что, приятного аппетита и до нового видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok